Ребятки, у меня сегодня радостный день. Приехал из Москвы мой любимый друг Саша Лазарев, певец, композитор, поэт. И мой второй друг Трарин Питерский, летописец Нестор, Видеонест Нестор. Да, ну что сказать, Сашку я люблю очень и не хочу, чтобы его, зараза, взяли в эту домовую мобилизацию. Я хочу, чтобы он жил, творил и радовал всех нас, Господи. И не стрелял в наших друзей в Украине, чтобы не стрелял в наших друзей, у нас друзей полно в Украине. Автомат не берем уроки, это грех большой. Грех, конечно, грех. Ибо мы, может быть, в чем-то, а в целом, мне кажется, мы, люди, русские, сами виноваты в этой творящейся и по сей день трагедии. Конечно. Кровавая трагедия на Украине. Братская война гражданская. Нашего молчания. Нашей совести. Нашей совести. Совесть отсутствует в обществе. Да. На 90 процентов. Да, да, точно. Редкий процент мыслящего, здравомыслящего людо только сопротивляется. Да. Но эта тенденция будет расти. Я в этом уверен. Конечно, конечно. Почему я уверен? Потому что меня Господь спас от трагедии личной, которую я пережил. Извините. Я пережил трагедию личного плана в том, что мой друг, народный художник России Владимир Игнатьевич Стабанин, который хотел создать в Морино, в нашем, по проекту 19 века, балак дерева Мелия Алексеевича. Муринское объединение старцев, развитых старцев в культуре, которые, понимаете, художники, композиторы. Вот он такой нечто, вариант хотел осуществить. Мы встречались в его мастерской в коттедже в Морино. Мы беседовали на эту тему. И вдруг он в жаркий день получает инсульт. Его увозят во Всеволожскую больницу. 15 июня похоронили. Я не мог быть на похоронах этого великого человека, потому что меня на другой день от переживаний тоже разбил инсульт. И я следом загремел по его стопам в ту же самую Всеволожскую больницу. И я хотел, я отказывался, чтобы меня кололи, потому что потерял речь. Я сказал, что я уже не нужен этому миру. Я свою отжил. Спасовал, конечно, нельзя малодушницей. Это я уже позднее понял. Ни в коем случае, ни малодушницей, ни малодушницей, ни малодушницей, люди. Бороться нужно. Бороться нужно. Как утопающие за салончик удержаться. А я впал в отчаяние. Ну, от потери других все. И вдруг, однажды на проспектной культуры, сел на лавочку, подошла какая-то дама. Меня как-то культура, но в резкой форме оттеснила, сказала, это моя лавочка, наша лавочка. Я думаю, что за... Как-то... Что за чеканутая сумма такая... Неужели лавочки распределены уже между... Да, да, да. И она рассказала, что у нее было три инсульта. Она сама онкологически больная. Было четыре операции на сердце, причем открытая одна. И делали беззаркозом. Почему? Почему? Потому что организм... Не выдержит заркоза. Да, не мог. И она все слышала. Эта женщина божественная. Я ее назвал русско-прусская женщина. Да, я читал. Да, конечно. Уникально. Все читал. И она придала мне импульс, чтобы после этой лавочки, передала какой-то жизненный импульс, я стал... Я же шел топиться в озеро, я был до 16 лет, Вова Селезнев, моя фамилия первая, по матери. И я шел опустошенный, хотел утопиться. Тогда июнь, утинные выводки, селезни красивые плавают, и камыши, и у меня был такой суицидальный порыв утопиться, как малышу селезню, когда-то родившемуся на свет бога Селезнева, утопиться в этом любимом озерце на проспекте просвещения. И погрузиться в небытие. Вот такое было настроение. И вот эта женщина, русско-прусская, как я ее... у нее отец был девиц, матрушка. Русско-прусская женщина, волевая, стойка. Это некрасовские женщины, воспетые некрасовым. Они отдыхают перед самоотверженностью, героизмом, жизненный оптимизм. Вот этой Людмилы... я назову ее... Ну да, конечно. Это Людмила Михайловна Тихова. Тихова, но у нее гордая, громкая фамилия. И она своеобразная мать Тереза, которая спасает вот таких людей. Короче, она мне подарила вот эту вот икону, византийскую икону Казанской Божьей Матери, которую она привезла когда-то из Иерусалима. Я просто был вне себя, от ее доброты, щедрости, какое-то понимание и подбадривание меня, старого идиота, к жизни дала импульс. Я счастлив, что встретился на моем пути такая великолепная русско-прусская женщина, мать Терезы наших детей сегодняшних. И жалею и скорблю по моему другу Добанину, Владимиру Игореву, художнику. Его папа римский ему наградил медалью за вклад в развитие графики петербургской. Ну, а я тогда, с вашего позволения, дополню, по сути, одну из целей нашей встречи здесь сейчас. Дело в том, что я не буду говорить о политике, но это не значит, что она не будет думать о нас. И поэтому, раз так вышло, что ты, Володь, инсульт чуть не отправил тебя вслед за твоим другом-художником, ты, Саня, сам понимаешь, что в такие времена, которые мы живем, тебе их воспринимать очень тяжело. Тоже не равен сейчас, тем более ты, тебе не 17 лет, не равен сейчас, тоже отправимся туда, кто из нас раньше неизвестен. А я подлежу мобилизации, кто из нас раньше уйдет, неизвестно. Так вот, я решил, что поскольку у меня отпуск, а никуда мне ехать больше не можем, в Крым я не могу, в дальние страны, жену мою не отпустили, потому что отпуске не дали. То есть, все потихоньку обрезается, и я считаю, что я в последний день в поезд в Питер прыгнул. Могли бы даже и не отпустить в другую сторону. Да, мог бы и не уехать даже. Так вот, поэтому я хочу выпить за то, что мы сейчас, я считаю, видимся как в последний раз. Если мы еще увидимся, дай бог, а если нет, так посидим по-русски, а души, как это полагается нормальным русским людям. Как в последний раз, но с надеждой на будущее. Потому что твоя фраза, что в последний раз посидим, она... Нет, нет, он имел в виду, да, именно с надеждой. С надеждой на будущее. Как в последний раз, но с надеждой на будущее. Все, все за это стоит любить. Спасибо. Спасибо, Федералы. Конечно. Я вас люблю, ребята. И держусь. Ой, мы тем же. Кстати, я последний стих, шти-сот написал. Как ты творец, и ты как композитор, и пеец, и творец тоже. Попробуйте, это мое пожелание. Что? На мои стишки сделать песенку, попробуйте. Да сможем. Да. Саня, вот это твоя штука. Вот это штука зубы отломает тебе. Не надо. Я ее специально... Она одна, других там нет. Вот эти бери. Это... Ну я ее уже... Ладно. Бери, это ломать зубы я сейчас специально. Да, ты не оставлю. Хорошо, хорошо, я буду. Я вас ломаю, точно. Вот, после, пока ты здесь, может, Саша напишет музыку или... В общем, мы... Придумаем. Придумаем. И озвучи. А они есть в ВКонтакте. А, ну мы позвоним тебе, если что, и ты нам скажешь... Последнее. Ну сейчас не будем сказать, позвоним на видео, покажешь. Как не понять простую вещь? Насилие, конечно, от бессилия. Которое от скудости ума, расстройства психики и мнимого всесилия. Известны две пословицы точнее поговорки. Одна от Бога, а другая сатаны. Насильно мил не будешь. Послание от Павла. И нравится, не нравится, ты только потерпи. Терпение людское, конечно, благодетель. Привыкли мы терпеть, нам это не впервой. Терпеть же дьявола, измена. Измена совести своей в борьбе со злом. Любовь и злоба, доброта и жадность. Красавица, чудовище, как полюса земли. Толкают мир к войне, такая вот превратность. На горе и страдания народы обрекли. Я, может быть, даже песню потом сделаю. Может быть, песню сделаю. Сильно сказал, да?